Большое спасибо, уважаемые коллеги. Мы на нашей сессии обсуждаем действительно очень серьезный и волнующий всех нас вопрос о ситуации в Казахстане и мерах ее нормализации. Но это касается всех нас, я абсолютно согласен с Александром Григорьевичем Лукашенко. Что касается ситуации в Казахстане, всем известно, что президент Казахстана Кемиджимович Такаев обратился за помощью к членам организации договоров о коллективной безопасности в связи с тем, что его братская для нас страна, участник ОДКБ, столкнулась с беспрецедентным вызовом своей безопасности, целостности и суверенитета. Мы понимаем, что возникшая угроза казахстанской государственности вызвана отнюдь не стихийными протестными акциями по поводу цен на топливо, а тем, что ситуацией воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы. Те люди, которые выступали за ситуацию на газовом рынке, это одни люди, и у них одни цели, а те, кто взял в руки оружие и нападал на государство, это совершенно другие люди, и у них другие цели. При этом активно применялись присущие майданным технологиям элементы силовой информационной поддержки протестов. Использовались хорошо организованные и чётко управляемые группы боевиков, о чём президент Такаев только что и сказал, в том числе прошедших, очевидно, прошедших подготовку в лагерях террористов за рубежом. И, как отмечал Касам Жамар Кемелевич, их нападение на Казахстан, а, по сути, это нападение на страну, на Казахстан, по сути, явилось актом агрессии. Полностью с этим согласен. Реагировать на всё это нужно было без промедления. И обращение президента Казахстана было сразу же поддержано всеми главами государств, членов ОДКБ и председательствующим Совете коллективной безопасности, премьер-министром Армении. Крайне важно, что нашей организации при участии её секретариату удалось быстро и слаженно принять все необходимые решения в жёстких временных рамках. И можно сказать, что за считанные часы, чтобы не допустить в Казахстане подрыва основ функционирования государственной власти, полной деградации внутренней ситуации, поставить преграду террористам, уголовникам, мародёрам и другим криминальным элементам. Мне, вот президент Казахстана уже говорил в наших телефонных разговорах, люди просто не переставая звонили ему и просили, и требовали защитить их от бандитов и террористов. Но совместные шаги по оказанию помощи братскому казахстанскому народу были согласованы максимально оперативно. И механизм ОДКБ реально включился. В Казахстан направлен контингент коллективных миротворческих сил ОДКБ, и хочу это подчеркнуть на ограниченный по времени период, на такой, какой сочтёт возможным для его применения президент Казахстана, глава государства, глава Казахстана. После выполнения своих функций, безусловно, весь контингент будет выведен с территории Казахстана. Нам удалось осуществить полное развертывание этого контингента в достаточно короткие сроки. Рассматриваем наши совместные действия как исключительно своевременную и абсолютно, конечно, легитимную акцию. Подразделения ОДКБ находятся в Казахстане на основании официального запроса руководства республики и в полном соответствии со статьей 4 основополагающего договора о коллективной безопасности от 1992 года. Ею предусматривается, что в случае совершения агрессии против любого из государств участников все остальные государства по его просьбе незамедлительно предоставят ему необходимую поддержку и помощь, включая военную. А мы наблюдаем именно агрессию международного терроризма. Откуда взялись эти банды вооружённых людей, прошедшие подготовку в зарубежных центрах, явно имеющие опыт боевых действий в горячих точках планеты. Наша организация на деле показала свой потенциал, способность действовать быстро, решительно и эффективно. Каждый из союзников внёс свой вклад в выполнение поставленных задач в составе воинской группировки ОДКБ. И туда вошли и уже активно проводят оперативные мероприятия подразделения всех, без исключения стран-участность. Это свидетельствует о том, что проводимая в рамках ОДКБ многолетняя, вот я хочу это подчеркнуть, многолетняя, кропотливая работа по формированию целостной системы безопасности государств участников, включая, разумеется, и коллективные миротворческие силы ОДКБ, даёт результат. Важно, очень важно, уважаемые коллеги, что военные наших стран проходят подготовку по общим программам, оснащаются едиными или совместимыми образцами вооружения, техники и связи. Навыки развертывания миротворцев оттачивались в ходе регулярных совместных учений, в частности, на недавних манёврах ОДКБ «Нерушимое братство», организованных с учётом приобретённого российскими военными опыта в Сирии. Это было продемонстрировано высоким уровнем выучки, мастерства и слаженности наших военнослужащих, их способности оперативно выполнять задачи по борьбе с терроризмом и защите мирного населения. Именно такая планомерная, совместная учебно-боевая деятельность войск стран ОДКБ позволила перебросить миротворцев в Казахстан в кратчайшие сроки и с максимальной эффективностью. В состав контингента ОДКБ вошли наиболее подготовленные подразделения воздушно-десантных войск России. Все они имеют реальный боевой опыт. Прокладить действиями коллективных сил в Казахстане командующий ВДВ России генерал-полковник Андрей Николаевич Сердюков знает своё дело. Миротворческий контингент сходу взял под защиту ключевые объекты инфраструктуры и обеспечивает контроль над ними казахстанских властей. Именно казахстанских властей. А казахстанские же силовые и правоохранительные структуры занимаются непосредственной борьбой с терроризмом, боевой работой, защитой мирного населения и выполняют полицейские функции там, где нужно. То есть наши военнослужащие заместили их на объектах инфраструктуры и дали возможность президенту Казахстана эффективно применять свои силы и средства по наведению порядка в стране. Как уже отмечали выступающие, благодаря мерам, принятым руководством Казахстана, при нашей с вами поддержке, ситуация постепенно нормализуется. Ряд жизненно важных объектов, в том числе Алма-Атинский аэропорт, полностью очищен от террористов и бандитов силами военных Казахстана и правоохранительных органов. Уверен, что совместными усилиями уже в самое ближайшее время положение во всей стране будет окончательно взято под контроль и стабилизировано, а на казахстанскую землю вернутся наконец мир и спокойствие. Конечно, мы понимаем, что события в Казахстане – не первая и далеко не последняя попытка вмешательства извне во внутренние дела наших государств. Я здесь согласен с Александром Игоревичем. И принятые по линии ОДКБ меры ясно показали, что мы не позволим раскачивать ситуацию у себя дома и не дадим реализовать сценарий так называемых цветных революций. Всем известно, что путём использования интернет-коммуникаций и социальных сетей продолжают предприниматься попытки вовлечения наших граждан в протестные акции, которые являются предтечей и нападения террористов, о чём ясно и совершенно конкретно было сегодня рассказано президентом Казахстана. Это вот хронология событий, которая происходила в Казахстане. Она очевидна совершенно, мы все это видели. Более того, и опыт последних событий в Казахстане подтверждает, определённые силы нечураются использовать киберпространство и соцсети в рекрутировании экстремистов и террористов, создание спящих ячеек боевиков. В этой связи полагали бы целесообразным поручить комитету секретарей Совета безопасности ОДКБ в рамках профильных рабочих групп по вопросам информационной безопасности и по борьбе с терроризмом и экстремизмом, представить предложение по совместному противодействию попыткам деструктивного внешнего вмешательства в зоне ответственности ОДКБ. Главное, чтобы трагические события, которые переживает сегодня братская нам страна, Казахстан, впредь не заставили нас врасплох, и чтобы мы были полностью отмобилизованы и были бы готовы дать отпор любым провокациям. Я бы хотел отметить и то мужество, с которым президент Казахстана принял эти события, взял ответственность на себя, на свои плечи, возглавил проведение всех этих мероприятий, консолидировал вокруг себя общество, силовые структуры, граждан страны, для того, чтобы дать отпор террористам извне. Уверен, что руководство Казахстана сделает всё для того, чтобы наладить нормальную работу правоохранительных органов, экономики страны. В этом ни на секунду не сомневаюсь. В заключении хотел бы подтвердить, что Россия намерена и далее уделять самое приоритетное внимание укреплению отношений стратегического союзничества со всеми государствами и членами ОДКБ. И, конечно, выражаю уверенность, что руководство и народ Казахстана, ещё раз хочу это подчеркнуть, справится с создавшейся ситуацией и с честью ответить на возникшие серьёзные вызовы. Благодарю вас за внимание. Спасибо большое. Спасибо, Николай Владимирович. Вы знаете, я в завершении хотел бы отметить пару моментов. Во-первых, очень высокий уровень нашего взаимодействия и готовность коллег работать. Действительно, в полном смысле этого слова, в любое время дня и ночи. Вот это мы видели в ходе прошедших и незакончившихся пока ещё событий. Это, конечно, результат того высокого доверия, которое сложилось между нами за годы совместной работы. Думаю, что и все наши встречи, включая неформальные, и последняя встреча в конце прошлого года в Петербурге тоже подтвердила, что все вот эти наши контакты идут на пользу и укрепляют наше взаимодействие. Это первое. И хотел бы, конечно, всех за это поблагодарить. Второе. Нам нужно подумать о совершенствовании процедур принятия решений использования совместных сил. Решения всё были приняты оперативно, но нужно, чтобы они были, на мой взгляд, единообразными. И это улучшило бы качество нашей работы, подняло бы его ещё чуть повыше и сделало бы нашу работу ещё более эффективной. Хотя и так в целом нам жаловаться особенно не на что. Ну и третий вопрос, не имеющий отношение ко всем коллегам. Я хотел бы сразу же после окончания буквально два слова по текущим вопросам сказать по телефону Иману Шариповичу. Если у вас ничего срочного там нет, сразу же после окончания нашей сессии я бы вам позвонил.